Вот это гости, смотрите, это было вчера. Еще раз вспоминаем, это, так сказать, человек из мира науки, доцент, ой, еще не доцент, а это по краю, будьте доцентами, Александр. Это аспирантка крупнейшего вуза страны, в Костоянске. Так, и мой гость, а какой она уже гость прописалась, можно сказать. Так вот, я ее попросил позировать возле этого дерева. Почему? К тому моменту, а это чуть раньше, чем 3 января, ко мне пришло письмо, мы его прочтем. У меня все складываются одно к одному. Но дело в чем, значит, я хочу, и Татьяна Александровна тоже упор будет в инстаграме делать на детей, на молодежь, вернее. Но это ее поколение, для меня они дети, кому 30 лет, кому 20 лет, даже 40 лет, для меня все дети. А вот это вот, как бы, территория внуков. Вот так вот, Тимоша, как хочешь, только одно прошу, говори громко, ты учитель в данный момент. Не для тех, учти, твоя аудитория, здесь такие зубры сидят. Вот, и мне иногда самому страшно становится. В том числе и новички всякие. Вот, я уступаю свое место, так, и то, что ты знаешь, должен сказать так, чтобы это все могли и делали другие люди. Давай. А то, что я забыла, можно пропустить? Нет, ты можешь меня спрашивать, я буду подсказывать. Давай. Это серьезные вещи, пропускать нельзя. Бери пульт, делай все, что ты считаешь новым. Только говори громко, потому что ты не на экзамене, это не тебя экзамен. Ты перешел в разряд лектора, у тебя стаж в 5 лет. Знаешь, об этом? Давай, давай, листай сейчас все по деревцам. Не, не, только потихонечку. Это же работа. Зачем перчик покрывал снега? Потому что они привыкли зимой, чтобы они покрыты были снегом. А иначе что? А иначе... Замерзнут. А иначе они замерзнут. Это садоводы, которые... Снимал. Наших сибирских садоводов. Правильно, снимал. Это я обрезаю дерево. Эта ветка растет 3 года. Эта растет 2 года. А эта с этого года. И мы ее обрезаем для прививок. И мы оставили тут 5 почек. А я тебе не объяснял, зачем 5 почек? Каждый день потом дошает ветку. Ты мне не объяснил. Ну, зато подсказал. Ладно, пойдем дальше. Что за чудо? Это... Это растение... Не уничтожить, если только оно не загреет. Потому что мы его выкопали до нуля, а оно... Выкопали, вырезали. А, вырезали до нуля, и оно все равно выросло. Потому что если оно не загреет, то это стене невозможно уничтожить. Это если в нормальном саду надо добавлять. Ладно, молодец. Это посыпало снегом деревья, потому что они зимой привыкли быть под снегом. Мне знаешь, что понравилось, Тимофей Николаевич? Что? Вот это слова твои, я думал, как ты людям объяснили. А ты взял слово привыкли. Привыкли жить зимой под снегом. Хочешь, не хочешь, бери лопату. Дальше ты командир. Это я обрезаю черенки под нерку, и чем ниже, тем они ценнее. Чем кто ниже? Черенки. Почки. Почки. А верхушки отрезанные выбрасываю. Слушай, я сейчас тебя перебью. Елена Александровна сейчас с Иваном в деревне. Они живут у нас там. Она ей поручила научную работу, она там. Так вот, она увидела, что Сергей нарезал черенки. Персика. И которые остались, они прекрасно годятся еще, еще, еще. Это я к тому говорю, что это самое, как сказать, из экономии можно в верхней части не выбрасываться. Вот к чему. Давай рассказывай про яблоки. Как это называется? Это яблоко уродливо. И если оттуда вытащить семена и их посадить, то дерево может быть уродливое. А вот это я взял самое лучшее яблоко. Если из него семена посадить, то дерево будет нормальное. Тут есть три самых лучших яблока, которые сохранили окраску, которые были в природе. Это три. Вот это, это и это. Показывай. Ты сам выбрал? Да. А почему? Ниже давай, заставь. Потому что... Что такое природная окраска? Покажи. Вот. Потому что они в природе были такого цвета. Они упали, и они лежат на снегу до следующего лета, потому что им не хватило сибирского лета. Правильно, сибирского лета. Это черный абрикос. Я его посадил в 2020 году и... Нет, 19-м посадил. Я его в 2020-м садил. Нет, 20-м лету, в прошлого лета садил. И, кстати, неплохо посадил. Посмотри, приросты какие-то. Это при том, что он был уродливым. Ну, давай, смотрим, что ты там натворил. Ну, вот и все самое на весь делать. Найсись первой фотографии. Зачем? Да как-то не показать вот этого парня до себя. Я вот тебе даже мышку отнял. Ну, хватит скромничать. Посмотри на этого парня. Гордиться надо. Лопату выбрал. Какую? Маленькую самую. Самую легкую. Ладно, поехали. Дальше не мешай. Я его решил выкопать. Я его выкопал. Назад, назад, назад. Самая главная причина. Почему его надо было пересаживать еще раньше? Потому что... Еще раньше. Потому что ему мешало расти тени вот этого дерева. И из-за этого оно плохо росло. Я его решил выкопать. Я взял тележку с чистой землей. Выкопал небольшую ябку земли и посадил ее. Полил его и делал большую обрезку. Причина. Причина. Причина то, что... Было большое дерево. Зачем ты его резал? Потому что я повредил крону лопатой. И надо было сделать обрезку большую. Из-за этого. Я... 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 Я открыл колу и выровнял дерево. Ранки замазала? Да. Замазала. Так. Ну, вроде бы и ладно. Ну, что я тебе скажу. На четверку. На четверку. Но это если ты был бы учеником. Ну, а как учитель, пока на тройку. Ну, волос неубедительный. Три с плюсом. Вот. Ну, для... Учитывая, что это твой бенефис. Четыре с плюсом. Все. Спасибо. Дальше дед. Вторая гвардия будет продолжать. Все. Выходи. Так, я надеюсь, хотя бы несколько детей посмотрели, что такое садовод в этом возрасте.